Всем добрый день дорогие друзья, уважаемые трейдеры, уважаемые инвесторы, на связи Михаил Ричард и сегодня у нас очередной разбор сделок и очередной эфир на YouTube канале компании Амаркетс. Сегодня с вами разберем, что же происходит с нефтью. Все ожидали, что после сделки ОПЕК будет все шикарно, не взлетит в космос, но будет стоить 60 долларов за баррель. Но, как мы видим, ничего такого не произошло. Соответственно, разберем, как быть сейчас и чего ожидать на будущее. Это одна из ключевых новостей и важных, так как за нефтью дальше последуют и нефтяные компании, последуют авиационные компании, последуют другие, связанные с нефтяной отраслью компании. Соответственно, это все является пока еще двигателем экономики и своего рода как кровлю той же экономики. Поэтому нужно понимать, что с ней происходит и что будет дальше. Это первый момент. Второй момент, это разберем фондовые рынки, чего тоже ожидать и какую валюту торговать и когда заходить в сделку. Поэтому давайте постепенно будем начинать. Сегодня у нас середина недели, среда. Обычно наши видео выходили по пятницам и тогда уже сформировалась макро ситуация за неделю и ожидания на следующую неделю. На данный момент мы как раз находимся по среде недели. Соответственно, разберем, чего ожидать в ближайшее время до следующей среды и на что особое внимание обращать. Итак, первое. Доллар. Доллар продолжает пока еще расти, но сегодня первый день, когда доллар начал укрепляться. Соответственно, из-за чего это все произошло, давайте разберемся по основным макро показателям. Так, это нас пока не интересует. Пока, 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 пойдем по доллару, потом дойдем до нефти. Итак, первое, что у нас по американскому доллару. На данный момент по данных по инфляции, которые у нас вышли в пятницу. Полтора процента. То есть, логично, если все люди сидят дома, то и никакого роста инфляции быть не может в принципе. В итоге падение промышленного производства, падение инфляции, формирование дефляционных процессов. Это все приведет и в принципе постепенно будет приводить к дальнейшему падению и фондовых рынков. В частности, мы уже знаем, что ФРС дополнительно будет стимулировать экономику еще печатанием денег. В итоге уже порядка 10 триллионов вложена часть и будет вложена дальше в рынок. Это все приведет к тому, что начнутся сильные инфляционные процессы во второй половине 2020 года. Сейчас мы видим, что рынки тоже растут. Собственно, вчера вышли первые отчетности по банкам и на этих ожиданиях рынок очень даже неплохо вырос. Но сегодня, как мы видим, уже происходит снижение. И, собственно, почему и как? Первое. Первое основное снижение происходит из-за того, что падает нефть. По нефти все ожидали, что после сделки ОПЕК, после сокращения добычи, сократят добычу на те же 10 миллионов баррелей в сутки быстро и безболезненно. И в итоге это продлится на длительный промежуток времени. Теперь возникает следующий момент. А как можно быстро сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки? Ведь то, что приняли решение сократить, и то, что будет ли сокращение, и как быстро реализация этого решения произойдет, это уже другой вопрос. Так как не каждый может, не каждая страна, не каждая компания может просто взять и прекратить добычу нефти. Ведь как вообще происходит добыча? Это есть скважина, которая разработанная, которая еще дополнительно происходит, бурение, собственно, скважины постоянной, чтобы получать с него какую-то отдачу. Вот. И если остановить какую-то скважину для того, чтобы сократить добычу, в таком случае по новой, возможно, ее даже не восстановишь. И нового восстановления может даже и не быть. Это вот такой важный момент именно, сама технология добычи нефти. Соответственно, не каждая страна может просто взять и резко сказать, что все, качаем сегодня меньше нефти. Так как если есть хороший дебет с этой скважины, понятное дело, что ее прикрывать не будут, а будут прикрывать те, на которые есть большие издержки. Это первый момент. Это что касается как России, так и Саудовской Аравии, то же самое Мексики. И самое интересное, что американцы не взяли на себя это обязательство по сокращению. То есть они сказали, там да, на 1-2 миллиона, возможно, сократим, но нет прописанного обязательства по сокращению добычи нефти. И в результате теперь, смотрите, какая ситуация получилась, что все страны приняли на себя это обязательство, да, они сократят добычу, а штаты сияют в дуру. Как только спрос на нефть обратно восстанавливается, штаты начинают добывать еще дополнительное количество нефти и в результате еще на этом дополнительно начинают зарабатывать, при том, что другие страны сказали, что они не будут этого делать. Это такой политический ход, который в дальнейшем может очень даже сильно повлиять на отношения между странами. Это первый момент. И второй, собственно, на цену на нефть. И, собственно, на фоне этого всего добра мы видим, что цена на ту же нефть, как американскую, в первую очередь, так и на VTI, так и на Brent, успешно, после заседания ОПЕК снижается и постоянно-постоянно падает, 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 падает. Собственно, уже после заседания ОПЕК цены на нефть спустились на 24% по нефти VTI, по Brent спустились еще ниже, нет, чуть поменьше даже, по Brent всего на 16,57, но все равно достаточно сильное падение. Вот. И что, чего сейчас ожидать по нефти? То есть в ближайшее время, особенно после вот такого сильного уже снижения цены на нефть, я думаю, что на этих минимумах начнут постепенно ее откупать. И можем увидеть какой-то небольшой отскок. Но на долгосрочной перспективе нет сильного, ну, какого-то сигнала на то, что нефть должна, цена на нефть должна сильно вырасти. То есть тут, наоборот, идет больше тенденции на то, что цена на нефть будет дальше продолжать свое снижение. И на долгосроке можно видеть, например, по той же VTI где-то 15 долларов, по UCOIL где-то 20, а то и 17-18 долларов. Поэтому это ближайшая такая тенденция по нефти. Потом, потом посмотрим, если снимут карантин, пойдет возобновление перелетов, это автоматом увеличит спрос на нефтепродукты. Соответственно, увеличится потребительский спрос, это тоже будет содействовать той же увеличению логистики, а это бензин и другие нефтепродукты. Соответственно, производство многих продуктов питания происходит и производится с тех же нефтепродуктов. И в итоге мы можем видеть возобновление спроса на нефть и как результат рост цены. Но это все будет происходить не сейчас, это все будет происходить в промежутке где-то с июля, августа, где-то ближе к осени. Но ближайшая тенденция именно по нефти, то, чего я чисто по технике, если так рассмотреть, то мы видим, что по тому же VTI мы находимся на уровнях 20 долларов за 1 баррель. Если мы закрепляемся ниже этого, то, соответственно, это уже сильно на то, что нет спроса, и в итоге мы можем видеть дальнейшее и дальнейшее снижение. Даже если посмотреть по тем же объемам... Сейчас покажу. На данный момент... Покажет мне? Или не хочет мне показывать? А, да, ну ладно, по данным не хочет показывать. Ладно, перейдем потом на другой терминал, я покажу. В чем суть? В том, что если здесь не будет дальнейшего объема, вполне вероятно, что мы дальше пойдем вниз, провалимся где-то в 15 лет. Доллар вполне вероятно. Поэтому готовимся к лучшему. Будем надеяться, что кто... Особенно кто сидит в нефти, потому что оно вырастет. Но кто еще не сидит вообще в нефти ни вверх, ни вниз, тут единственное, что можно сделать, это или выставлять отложенный ордер на 21 доллар. Вот buy-stop, потому что если начнут резко его купать, в таком случае можем рвануть вот примерно, как было уже здесь. Если такого не произойдет, в таком случае пойдет дальнейшее снижение. Поэтому чисто с точки зрения трейдинга отложенный ордер buy-stop на 21 можно поставить и дождаться дальнейшего роста. Понятное дело, тут только со стопом. Сейчас мы тоже на счету этого будем делать. Объясню. Так, то есть это что касается нефти. В то же время, так как у нас идет падение цены на нефть, это автоматом повлечет за собой падение цены на нефти. Это бывающие компании, падение цен на авиаотрасль и... Так, где она наша? А, вот. И также мы увидим падение фондовых индексов, которые вчера, как видим, выросли, собственно, на новости, на хороших отчетах, которые вышли по первому кварталу по банкам. Собственно, почему по банкам вышли хорошие отчеты? Да потому что, первое, снизили процентную ставку. Банки выдавали, собственно, имели финансовые инструменты, например, такие же, как облигации с доходностью, те же 2-3%, снижение процентной ставки приходит к росту цен на эти ценные бумаги и в результате и доход увеличивается. Плюс ко всему, увеличение волатильности на фондовых рынках приводит к большим движениям, например, на тех же финансовых компаниях, как брокеров, больше объема сделок, больше комиссии и в результате еще дополнительная прибыль. Понятное дело, что финансовые компании на данном промежутке времени, особенно если они соблюдали риски, они должны были заработать хорошую сумму. И пронос на ближайшее время то же самое, увеличение волатильности приведет к хорошим заработкам на ближайшее время. Как результат, к чему мы дальше придем? А мы приходим к тому, что самым важным именно по фондовому рынку у нас будут отчеты, которые выйдут на следующую неделю. Большинство из них будет плохое, но нас больше интересует ожидание. То есть какие будут ожидания рынка положительные, вернее даже не рынка, а ожидания компаний. То есть какие они прогнозы будут на ближайшие полугодия, ведь от них именно и будет зависеть, насколько рынок угадал, скажем так, и заложил цену на акции и заложил прибыль, которую инвесторы ожидали от этих компаний. Если было ожидание инвесторов хуже, чем реально выйдет прогноз, в таком случае цены на акции вырастут. Но если ожидание было лучше, чем, а данные вышли хуже, в таком случае мы увидим падение. Более того, сегодня выходят данные по industrial production, то есть это темпы роста промышленного производства. Мы видим, что в Штатах оно было на уровне 0% в год к году, и сейчас ожидается еще дальнейшее снижение. Пока тут есть поднос, что будет минус 1,5%, я думаю, что мы можем упасть даже к минус 5% вполне вероятно за прошлый месяц. Ведь реально оно примерно так и произошло, поэтому ждем новых данных. И после выхода этих данных уже и будем видеть, как хорошо упадет фондовый рынок. Потому что сегодня пока ожидается снижение, и мы видим, что уже и цены на нефть упали, и фьючерсы на индекс S&P 500 продолжают снижаться. И еще, и когда выйдут эти данные, я думаю, еще фьючерсы еще больше снизятся в своей цене. И вот тогда уже будем видеть общую картину, как рынок и трейдеры будут реагировать на данные падения. То есть пока это общая картина, которая сформировалась в Штатах, в частности в мире, в фондовом рынке, с нефтью и с долларом. По доллару, соответственно, при падении фондовых индексов, понятное дело, деньги будут заходить в какой-то другой актив, например, те же облигации. И в результате пойдет спрос дополнительный на американский доллар, и как результат мы можем видеть краткосрочное укрепление американского доллара. Хотя на долгосроке, я его больше рассматриваю на продажу, поэтому и валютная матрица у нас будет иметь на эту и до следующей недели пока вот такой вот вид. Собственно, пока из интересного то, что продажа доллар-канадец, продажа доллар-рубль, возможно я, но тут тоже сигналов у нас пока еще нет. То есть не забываем, что да, по макроэкономике глобально рассматриваем продажу или покупку, но нужно еще понимать, что делают трейдеры и что делают на данный момент инвесторы. Инвесторы тоже следует это учитывать и смотреть на технический анализ, к которому мы, собственно, сейчас и переходим. Итак, по основным нашим сделкам. На данный момент общий депозит на счету уже 8505 долларов. Вчера я закрыл там одну сделку по фунт-йене, сейчас ее вам покажу, такс, и давайте погнали по нашим сделкам, по евро-долларам. Пока тенденция наверх, сделка есть, сидим, ждем. Я его дальше ожидаю вверх, еще где-то к 1.15, а то его ширина на долгосрок. По фунту пока не рекомендую вообще ничего делать, ждем, потому что может быть широкий флэт, поэтому играться в эти сделки лучше не надо. Потом доллар-франк, то же самое, вот видите, широкий флэт, в который мы тоже не рекомендую вообще заходить. Доллар-иена, та же самая картина, мы находимся вблизи нижнего уровня, здесь пока нет никаких сигналов, поэтому ждем. Новозеландский доллар-иена, тоже логично, что в Новозеландии НЗД упал, иена тоже немного подупала, и в результате пока мы видим коррекцию, но общий я жду, что будет дальше тенденция наверх, и поэтому сидим в этой сделке и ожидаем нашего тейк-профита. По НЗД и УСД, та же самая картина, доллар сейчас пошел на укрепление, логично, что пошла вот эта коррекция. Тоже думаю, что это сильного падения не будет, и здесь ждем, когда что-то сформируется, пока сигналов идти ровно по центру находимся нет. Конечно, можно попробовать попытаться зайти в выше уровень 0,663, но это такой, знаете, сделка ни о чем. Тем более, что мы уже набрали достаточно такую внушительную позицию, поэтому лучше подождать. Так, дальше, доллар-кат. Логично, что при падении нефти канадский доллар будет падать, пока мы ждем дальнейшего восстановления наверх, ну и, собственно, потом будем уже принимать какие-то решения по поводу того, что где захотите сделку. Но общая тенденция по доллар-канадец это продажа. Пока сделок и сигналов на продажу мы здесь не видим, их нет. Поэтому ждем просто и потом будем искать сделки на продажу. На такие, знаете, сделки спекулятивные я не рекомендую заходить и просто попытаться, что а вдруг оно еще рванет, ну это не мой подход, поэтому если я не вижу сигнала, поэтому я у него даже заходить не буду. Доллар-канадец, ой, аут-двезд, тоже ждем, пока сигналов нет. Аут-кат, та же самая хаткина, ждем пока сигнал есть на продажу, но австралийский доллар больше рассматривается на покупку, канадский доллар тоже, в принципе, на покупку, тут наоборот, сейчас мы зайдем в какой-то широкий флэт, и даже если есть сигнал здесь, я не рекомендую в него заходить, потому что, может быть, просто вот так по флэтим и потом пойдем дальше наверх. Так, дальше, аут-франк, тоже сигналов пока нет, вообще никаких, поэтому сидим, ждем. Аудиена, пошла коррекция, я думаю, что после вот этой коррекции будем какой-то искать сигнал дальше на покупку. Аут-нсд, тоже, видите, после этого роста, ну, тоже заходить куда-то не рекомендую, поэтому сидим, ждем. Канада-франк, есть откат, это уже хорошо, поэтому в ближайшее время можно будет искать хорошие точки входа на продолжение тренда вверх, поэтому пока ждем, если особенно, если еще сломают тренд, можно будет снизу еще докупиться по более интересным ценам. То же самое, как касается и канадец-иена, тоже пошел откат, но пока вот в этом флэте сидим, ждем. Тейк у нас, видите, наверху, если будет еще откат, то можем еще даже долиться. Франк-иена, ничего, евро-хаут, та же самая, как и канадец, пока ничего, евро-канадец, тоже пока сидим, ждем. Честно говоря, я бы с этой сделки уже вышел, потому что, во-первых, евро мне больше смотрится на покупку, канадец, хоть он идет на укрепление, но это может быть какой-то широкий флэт, поэтому эта сделка мне уже после стольких телодвижений, сколько произошло, то есть не было такого резкого обвала, в таком случае лучше подождать и зайти потом или заново, или вообще не заходить. Далее, евро-франк, пока тоже сидим, ждем. Евро-тенденция больше наверх, франк, в принципе, тоже пока растет, то, что текущее падение произошло по евро, но я не думаю, что это какое-то слишком важно. Дальше, из более интересных, евро-фунт, вот тут у нас есть уже и сигнал, есть обвал, есть возврат за уровень, и, соответственно, здесь я выставил, был еще вчера отложенный ордер buy-stop, это наша цена 0.87.40, соответственно, выше этого уровня, можно его рассматривать далее вверх, пока первый тек я поставил на уровне 0.91. Будем ждать, в основном, дальше наши наливки, если даже и будут, это будет 80, где-то в районе 0.85 и ниже. Далее, евро-иена, пока по центру ничего, евро-нзд тоже пока сигналов нет, фунт-аут тоже ждем, фунт-канада пока ждем, фунт-франк, та же самая картина, видите, все на таких уровнях, когда нет вообще никакого даже нежелания заходить, и вот эти все брать, пробовать брать коррекционные движения, честно говоря, не особо нравится. Тут, смотрите, как вариант, можно здесь чисто такую спекулятивную сделку зайти сейчас, продать и поставить стоп за уровень 1.21.53, но это чисто на ваш страх и риск, я бы, честно говоря, не особо в эту сделку заходил, поэтому по своему счету я заходить не буду. Если вы готовы рискнуть, вот есть уровень хороший 1.20.82 ниже него, например, сейчас можно рассматривать сделку на продажу со стопом на уровне 1.21.59, с тейком на уровне в районе 1.18.05, но это, говорю, это такая чисто спекулятивная сделка, которую я бы пока не открывал. Фунт-иену, фунт-иену я закрыл, сейчас покажу, по фунт-иене мы неплохо забрали, по первой сделке 710 пунктов, по второй сделке 230 пунктов, то есть, вы понимаете, заработок очень даже неплохой, как в пунктах, так и в процентах, до тейка немного не дошли, но так как был уже такой хороший рост, я решил с этой сделки выйти. Дальше, фунт-нзд, пока ничего, нзд-кат, тоже, видите, находимся ровно по центру, вот когда вот такой вот флэт, я вообще не понимаю, что здесь делать, и поэтому ждем. Доллар-рубры, логично, что дошел до нашего тейка, сейчас будет в этом флаге, собственно, как мы с вами и говорили, где-то в районе 73 рубля плюс минус 1 рубль, он не будет торговаться, то есть, пока ждем, по рублю не рекомендую вообще никуда заходить. Золото, вот по золоту интересно, золото вообще пошло идеально, как мы с вами и рассматривали, обновило максимум. Что сейчас будет? Сейчас будет расторговка, где-то какой-то флэт на этом максимуме, и покупать его или продавать, пока, пока, учитывая то, что больше ожидается снижение цен на фондовом рынке, то лучше его не продавать. Но в то же время и покупать сейчас пока, ну, на максимум достаточно стрёмно. Поэтому ждем формирования какой-то более адекватной модели для входа, и тогда будем заходить. Но пока у нас никаких сигналов для входа, к сожалению, нет. По биткоину. Пока сидим, ждем, тенденция. Есть сигналы наверх, можно пробовать его покупать, но если и покупать, то это на долгосрочную перспективу. Платину мы особо не торгуем. NASDAQ у нас шикарно еще вырос, но я думаю, что дальнейшее это снижение еще продолжится, так как мы уже практически дошли до, вернее, рост произошел достаточно сильно, особенно после сегодняшних плохих. Если выйдут плохие данные по промышленному производству, то в таком случае мы видим дальнейшее снижение. Ну и, собственно, цены на, вернее, ожидания по отчетностям и по прибылям компании в будущем, вот это достаточно интересно и будет на следующей неделе. Поэтому по NASDAQ я бы пока тоже сидел и воздержался, и продавать его я тоже не буду, потому что в целом фондовый рынок не рекомендуется продавать. Это очень такая неблагородная сделка. Так, S&P 500. Пока тенденция тоже у нас прошла вверх. То же самое, что с NASDAQ, ждем его какой-то коррекции, потом можно его будет покупать на долгосрок. Тоже видим, что индекс страха восстанавливается, мы его по нему хорошо заработали были. Сейчас, я думаю, что еще страх увеличится. Вот когда у нас пойдет дальнейшее снижение, вот тогда мы сможем и покупать все остальные активы. Ну и по нефти. По нефти, нефть, нефть. Пока мы с вами говорили, она даже начала немного восстанавливаться, 28.40. Пока мы находимся по центру, тут если и заходить в сделку только после того, как упадем ниже уровня 24 и дальнейший будет назад, тогда да. По US Oil тоже, смотрите, вот есть наш уровень 20 долларов. Если мы вернемся за него обратно, я бы здесь даже выставил отложенные улья на уровне 21, как мы с вами говорили, на то, что нефть дальше вырастет. Так, тут самое важное сейчас посчитать, сколько можно вложить. Рассматриваем US Oil, спецификация и что мы здесь видим. Так, контракт сайз, один контракт равняется 1000 баррелей. То есть, если я сейчас куплю один контракт, один лот по US Oil, то в таком случае я вложу 19,63 умножить на 1000, 19,630 долларов. Я же могу вложить максимум в нефть, согласно моим рискам. В валюту мы рассматривали 5000 долларов, первые сделки и дальше доливки, но волатильность по нефти в несколько раз выше, чем волатильность по той же валюте. Поэтому по нефти, так же, как мы рассматриваем с вами по фунтовому рынку, больше 1000 долларов в первую сделку вкладывать вообще нет смысла. Поэтому для того, чтобы вложить 1000 долларов, что мне надо делать? 1000 разделить на цену, по которой я собираюсь покупать. Я собираюсь покупать по цене 20 дней. Соответственно, 1000 разделено на 20 дней, я могу купить 47 баррелей. Так как я могу купить 47 баррелей, давайте я вот здесь посчитаю. Так как я могу купить 47 баррелей, а я знаю, что в одном лоте 1000 баррелей, то что мне надо сделать? 47 баррелей разделить на 1000, получаю мой рабочий лот. То есть, получается, что я могу зайти лотом... Так, секундочку, неправильно посчитал. И... Вот, 0.04, 0.05, в принципе, можно зайти. То есть, 1 лот равняется... Давайте так, чтобы было понятно, почему так получилось. 1 лот равняется 1000, 0.01 лот. То есть, 0.01 лот умножаем на 1000, равняется 10 баррелей. 10 баррелей умножаем на цену 21, это будет 210 долларов. Я укладываю на 1000 долларов, делаю на 210, получается 476 умножаем на 0.01. 0.047. Ну, в нашем случае зайду лотом 0.05. Итак, новый ордер, 0.05, вот у меня уже есть, отложенный, buy, stop, по цене 21. И нажимаем, place. Ага, другого ли отключено? Отлично. Прекрасно. Так, это мне не особо нравится, что торговля отключена, потому что по другой нефти мне особо нет желания заходить. А, извиняюсь. Это понимаю, что она будет включена. Секундочку, почему она может быть отключена? А, трейд клоузованный, ясно. Все, будем сидеть без сделки по нефти. Если у вас включена торговля, в таком случае можно будет пробовать заходить в покупки. На этом, собственно, по основным сделкам у нас все. Странно, конечно, неожиданно, что она будет отключена, но к моему тушу, к моему. Вот, поэтому вывод какой в целом? Первое, 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 первое. То, что сейчас фондовые рынки краткосрочно больше рассматриваются на продажу, чем на покупку. Соответственно, если у вас есть, если вы покупали раньше, лучше уже начинать сахиджироваться или же прикрывать часть своих позиций и переходить в облигации. Раз. Второй момент. Так как у нас происходит, видим, как идет сильное падение цены на нефть и сделка ОПЕК не оправдала ожидания. Тоже, если и покупать нефть, то можно ее покупать только, если вы вернете обратно в свой канал, который, в частности, по US Oil, это нижняя граница до уровня 20. Соответственно, по цене 21 можно пробовать его подбирать. Ну, понятное дело, со стопом ниже сегодняшнего минимума. Это следующий момент. Дальше. По, в целом, по валюте. На данный момент пока доллар краскосрочный, может даже на конца недели, будет еще укрепляться, потом пойдет больше нападение. Поэтому по валютам у нас пока особо сделок нет. Единственное из интересных сделок – это еврофунт. Все. Из основных таких сделок у нас все. На данный момент у нас по балансу 8,5 тысяч долларов было у нас 5 тысяч. За сколько у нас? 11 недель. Мы даже очень даже неплохо заработали. Поэтому, в общем, я на всех и поздравляю. Также напоминаю, что обучение торговли на рынке валют с Михаилом Ричером, вот читаю, вот здесь. Ссылочка на нее будет в описании. Регистрируйтесь. Вам менеджер все расскажет, подскажет, как это все сделать. И записывайтесь на обучение. Будьте успешны. С вами был Николай Ричер. Всего самого лучшего.